Вы смотрите информационную программу СТВ в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Нас очень сильно волновал беспредел, который здесь учинила управляющая компания. Гора проблем. Владельцы квартиры нового жилого комплекса вынуждены обращаться в приемную губернатора, чтобы решить бытовые вопросы. Мы в очередь готовы последовать за ними. По завету Петра и Феврония в день семьи, любви и верности в брак вступили почти 900 пар Самарской области. Гонка героев. На полигоне в Рощинском полторы тысячи человек вышли на полосу препятствий. Сельские учителя в Самарской области будут получать льготы по новым правилам. Такое решение 5 июля приняла судебная коллегия по административным делам Верховного суда России. Три сельских педагога оспаривали статью 7 главы 2 закона Самарской области о мерах социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. В декабре 2016 года в эту статью Губдумой были внесены изменения, по которым педагогам и пенсионерам из сельских населенных пунктов стали начислять компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Ранее они имели право на бесплатную площадь с отоплением и освещением. ИССЫ посчитали, что изменения в законе ущемляют их права. Но областной суд 24 марта с этим мнением не согласился. ИССЫ попытались обжаловать решение в Верховном суде РФ, но оно также было оставлено без изменений. Суд подчеркнул, что переход с натуральной и социальной поддержки на компенсационную не противоречит закону. Наткнулись на стену непонимания. В Самаре жители нового комплекса вынуждены обращаться в приемную губернатора, чтобы решить насущные проблемы. В трех домах на 600 квартир нет горячей воды, да и лифты работают по особому расписанию. К обеспокоенным самарцам выехала мобильная приемная губернатора. Это новая форма работы с обращениями граждан. Подробности далее. Три свечки на Новосадово изданы в феврале. Дома еще не заселены на 100%. В большинстве квартир активно идет ремонт. Кирилл Антонюк купил жилье на последнем, в 24 этаже. Но ремонт долгожданного дома превратился в кошмар. Нас очень сильно волновал беспредел, который здесь учинила управляющая компания. А именно запретила пользоваться лифтами, хотя это общедомовое имущество. Пускает, включает лифты только в определенное время. Это там с 10 до 12 дня и с 3 до 5 вечера. Установила охрану, дабы люди не могли поднимать по лифтам какие-то строительные материалы, либо мебель. Заключила договор какой-то компании, повесили люльки для того, чтобы взимать плату. А ориентировочная стоимость подъема одного кирпича на 24 этаж стоит 48 рублей. То есть плата несоизмеримо очень высокая. И мы решили, обратились в мобильную группу, приемную губернатора. Задали вопросы и помогают нам решать эти вопросы. Отсутствие горячей воды – еще один животрепещущий вопрос, найти ответ на который жильцы смогли не сразу. Управляющая компания решила выслушать жителей подшипных домов во время визита мобильной приемной губернатора. Здесь в большей степени проблема технического плана, нежели какого-либо другого. Сейчас как только опрессовку, на завтрашний день начинается опрессовка, как только опрессовку закончим, как только водоразбор будет организован в нужном объеме по техническим параметрам котлов, которые предусмотрены по проекту. После этого сразу можно будет подключать и теплоснабжение, и горячие водоснабжение. На этой же встрече недовольные жильцы затронули еще одну тему. Слишком высокая стоимость обслуживания квартир – 48 рублей за метр при средней цене в 25. В этой истории есть еще один пункт, который не устраивает горожан. По домофонам, то есть установлены были управляющие компании в одностороннем порядке домофоны, у жителей не спросили, общего собрания собственников не провели. И для того, чтобы просто получить ключ от домофона, необходимо было заплатить единоразово 2000 рублей, что, конечно же, не отменяло дальнейших платежей по обслуживанию этих домофонов. Проблемы, которые возникли у жильцов, зафиксировали представители мобильной приемной губернатора. Здесь же и чиновники из районной администрации, которые должны проконтролировать решение вопросов. Считаем, что вопрос этот исчерпан, и управляющая компания, абсолютно адекватно понимая все проблемы людей, идет навстречу, и в течение недели вопросы будут решены. В первую очередь вопрос с горячим водоснабжением, который жители уже с начала этого года ожидают. Уже практически 25% здесь заселенный дом, и, конечно, необходимо уже приступать к ремонту, к ремонтным работам нужно ввести лифты. Они, понятно, эксплуатируются, но нужно разрешение управляющей компании, и вот в течение ближайшей недели это будет сделано. Хотела выразить слова благодарности вот этой мобильной приемной губернатора. Это очень полезная инициатива с нашей точки зрения, потому что только благодаря ей мы смогли решить наши насущные проблемы. В августе этого года жильцы дома планируют выбрать новую компанию. Сотрудники приемной губернатора будут в курсе возникающих разногласий. Они поддерживают связь с жильцами. По наболевшим вопросам горожане могут обратиться на сайт областного правительства. Когда за дело берешься сообща, трудности можно превратить в приятные хлопоты, уверены жители микрорайона «Рассвет-2». Они благоустраивают двор на улице Красных Коммунаров, который, по их словам, является культурным центром и сердцем микрорайона. Что было сделано, расскажет Павел Баймаков. Говорят, что мир спасет красота. И я в этом каждый раз убеждаюсь. А красота – это там, где чисто. Летать эта метла не может, но двор убирает неплохо. Вот так, с помощью обычного хозинвентаря, метел и кисточек, которые позаимствовали в своей управляющей компании, жители микрорайона наводят порядок. В общем, не выйти, не покрасить, не подмести, не убраться. Хочется, чтобы жители, все-таки посмотрев на активных жителей, вышли и стали принимать какое-то участие. Здесь и сцены, и места для зрителей, и детская площадка. Везде, где было необходимо, подкрасили, подкрутили, лишнее убрали. Сломанное заменили на новое. Этот двор здесь считают сердцем микрорайона. Эта площадка является знаковой в нашем микрорайоне, поскольку здесь проходят всевозможные социально-культурные мероприятия, такие как Новый год, праздничные гуляния на Масленицу, День Победы, Международный день защиты детей, День соседей. Соседи, кстати, тоже не остались в стороне. Главная задача общественного совета микрорайона, которые по инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина были созданы в апреле этого года, это сплотить всех жителей, как это удалось здесь. Не можем не сказать, что у нас общее дело, у нас одна цель – привести порядок, навести порядок в городе. Люди, участвуя в мероприятиях, какие мы организовываем, отдают частичку своей души. Это говорит о многом. Это говорит о том, что люди неравнодушны. Жители надеются, их примеру последуют и в других районах города. По их словам, работая сообща, трудности можно превратить в приятные хлопоты. Павел Баймаков, Николай Сидоров, СТВ. Далее дежурный по городу Илья Егоров расскажет очередную историю о коммунальной беде самарцев. Пример безалаберного отношения коммунальщиков к своей работе прямо сейчас. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Октябрьский район, улица Центральная, 5. Кровля трехэтажки сильно пострадала во время урагана на прошлой неделе. Однако к ее ремонту до сих пор никто не приступил. Впереду поднялся враган после обеда. Листья стало стучать по крышу. Потом, знаешь, вылетели эти листья на машину, знаешь, еще раз вылетели листья. И это, ну, короче, врагам невозможно это. Мы боялись даже выйти. Думали, что все, крышу полностью снесет. Всю ночь колыхало здесь, звенело железо. Железо утром приподнялись, несколько листов внизу. Вот. Позвонили в управляющую компанию. Приедем. Прошло времени. Нет никого. Потом все-таки приехала управляющая. Нина зовут ее. Ну, я ее вот сюда приподнял. Она посмотрела на все на это. И говорит, хорошо, сейчас будем решать. Уехала. Через некоторое время я ей звоню. Я говорю, ну, что там, время-то идет, дожди будут еще. Да, да, сейчас, говорит, должны приехать рабочие с другого объекта, где там тоже сорвало. И приедут к вам. Ну, они приехали здесь уже около пяти часов вечера. Делать уже никто ничего не стал. Как дождь, так текет у нас потолок. Третий этаж полностью топится. Ведра, кастрюли стоят у нас уже на этом. На потолке, это. Что не текло дальше. Что нам делать и как нам быть? Начальством позвонили до управления мечту. Они сказали, мы не можем, у вас там долг. В вашем доме. Вот и все. Рабочие отказались. Говорят, ничего мы делать не будем. Вот нам сказала, Галина Павловна сказала, что надо там вот в каком-то месте сделать и все. Больше ничего не будет. Ну и все, и тишина. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. По уши в грязи, в воде до самых глаз. Люди самых разных возрастов и профессий. Всего полторы тысячи человек приехали на полигон в Рощинский, чтобы проверить свои силы на полосе препятствий. 8 километров бегом с остановками, но не для отдыха, а чтобы преодолеть стены, проплыть по туннелю или пролезть под танком. Для чего им все это выяснила наша съемочная группа. С самого утра на полигоне в Рощинском многолюдно. Среди толпы людей ходят военнослужащие 15-й миротворческой бригады с плакатами. На них номера взводов. Это инструкторы, которые вместе со своими подопечными гражданскими побегут по полосе препятствий. Среди организаторов командование 2-й гвардейской общевойсковой армии. Дают напутствие. И гонка началась. Организаторы проявили фантазию при конструировании препятствий. Сухим до финиша не дойдет никто. Но народу нравится. Отлично. Третий раз бегу. Не жалеете? Нет, очень затягивает. Что вам нравится? Я ее весь год ждала. Можно вам передать? Знаете, вот такая мобилизация сил, такой энергетический подъем после гонки. Действительно не устаешь. Одной из самых сложных жизней, как правильно сказали, преодолеть себя. Победа над собой. Как говорил Конфуций, победи себя, и ты одержишь тысячу битв. Чтобы бегущим было интереснее для создания особой атмосферы, военнослужащие, замаскировавшись вдоль трассы, стреляют по участникам. Холостыми патронами, конечно. Не жалеют дымов, так что препятствия скрываются в полумраке. Периодически стреляет танк. Грохот такой, что бегущие приседают от неожиданности. А дальше редкая для гражданского человека, особенно девушки, возможность проползти под танком. Отлично, все нравится. Еще не надоело? Нет, не надоело. Девушек на удивление. Много на полосе препятствий. Парни из их команд дружески подбадривают. Парни, давай коробку, чертеньки, можете через третью. Перегиб их, если? Да. Можно, да? Да, через первую. Настоящая леди остается прекрасной и хранит достоинства, даже находясь по уши в грязной, взбаламученной воде. Изящная походка и улыбка даже посреди грязевого бассейна. На стену девушки лезут с завидным упорством, но благосклонно принимают помощь от мужской части команды. И опять бегом, бегом, бегом. Правда, некоторые участники все же хитрят. Вот один из них проехался немного на КАМАЗе с журналистами. Через водную преграду команды все же переправляют на амфибии. Это единственная поблажка. А вот после этого препятствия преодолевших шутливо поздравляют. С днем рождения. Инструкторы из числа военнослужащих ближе к финишу уже сроднились с командой и участвуют в штурме последнего препятствия. Зачем участникам все это? Ответ, как правило, такой. Анастасия, зачем вам это? Эмоции, драйв, команда, новые люди, знакомства. Ради всего этого в гонке приняли участие около полутора тысяч человек. В следующем году будет еще больше. Максим Устриков, Дмитрий Лукин, СТВ. По завету Петра и Февронии в Самаре в минувшую субботу отметили праздник семьи, любви и верности. Поздравляли крепкие многолетние пары и тех, кто в этот день только связал себя узами брака. Продолжат наши корреспонденты. По традиции праздник отметили на площади славы у памятника святых Петра и Февронии. Брак великого князя и простолюдинки до сих пор образец христианского супружества. Отличный пример верности и семейного счастья наших дней – супруги Алексей и Алена Полигенько. Вместе уже 12 лет. Служебный роман. Познакомились в любимом банке. И вот уже подрастают детишки Василиса и Тимофей. Секретов крепких отношений, говорят, никаких нет. Ценить друг друга, да и только. Уважать друг друга, искренне друг друга относиться, ценить то, что мы имеем и дорожить. Любовь, вера, надежда. Самое главное – в семье уважение. Поклониться святым и станцевать свадебный вальс явились и новоиспеченные пары, те, кто в этот день зарегистрировал отношения в самарских органах ЗАГС. Среди них Иван и Виктория. Им только предстоит пронести верность через годы. И у них уже есть свои рецепты счастья. В первую очередь, наверное, позитив. Это как, если будет все весело, хорошо, дружно. И, опять же, доверие друг к другу. И, я думаю, на этом и начинается строиться изначальная любовь. Настоятели храма Георгия Победоносца отслужили у памятника торжественный молебен. Завершился праздник свадебной фотосессии. Подобное мероприятие прошло также в Тольятти. По информации ЗАГС Самарской области, в день семьи, любви и верности брак заключили 884 пары. Вячеслав Душин, Эдуард Растигаев, СТВ. Семья рулит, причем по всем правилам дорожного движения. В честь Дня семьи, любви и верности самые активные, сознательные и дружные родители с детьми приняли участие в автопробеге. Автоколонна из двух десятков машин в сопровождении ГИБДД проехалась по городу, а завершился заезд грандиозным семейным праздником. Перед стартом инструктаж. Сотрудники дорожной полиции в первую очередь проверяют наличие детских удерживающих устройств, а также правильность их эксплуатации. Важно, чтобы оно подходило по росту и весу ребенка. Когда родители приобретают такие устройства детям, они должны посмотреть на сертификат качества данного устройства. И все-таки рекомендуем родителям до 12 лет использовать детские автомобильные устройства. Они бывают разные. В автопробеге от журнала «Телесемь» приняли участие два десятка самых активных и дружных семей. У многих по два и более детей. Все участники признались. Безопасность собственного чада стоит на первом месте. Потому что это смысл нашей жизни, и мы должны их сохранять. И мы должны соблюдать законы Российской Федерации. Ребенку удобно, ребенку безопасность, поэтому только так. Ей в автокресле, мне кажется, гораздо больше нравится. Она выше находится, видит, что происходит. Ей интереснее. Автопробег продолжился семейным праздником. Обширная развлекательная программа от друзей и партнеров Самарского телегида. Порадовала как самых юных, так и взрослых гостей. Мы решили показать, насколько важна безопасность ребенка автомобиля, что нельзя пренебрегать правами безопасности. Очень рады, что приняли участие такое огромное количество родителей. И сегодня на большой сцене мы награждаем самых ответственных родителей. В кульминации вечера стал грандиозный розыгрыш ценных призов. Самые преданные читатели журнала «Телесим» приняли участие в конкурсах и увидели яркую творческую программу, которая понравилась и маленьким, и взрослым участникам праздника. В этот день без подарков никто не ушел. И о спорте. Крылья Советов стартовали с победы в первенстве Футбольной национальной лиги. Подопечные Андрея Тихонова на родном «Металлурге» обыграли Владивостокский клуб «Луч Энергия». Счет в матче на 33-й минуте открыл Сергей Самодин, головой замкнувший подачу с правого фланга. Закрепить свое преимущество самарским футболистам удалось уже во втором тайме. На 71-й минуте после падения в штрафное Милана Родича арбитр указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Дмитрий Ятченко, тем самым установив итоговые цифры на табло. Следующий матч «Крылышки» проведут 15 июля на выезде. Соперником станет «Олимпиец» из Нижнего Новгорода. Сложно было, мы готовились к другому веку, потому что видели игры «Луча», они играли другую схему с четырьмя защитниками. Здесь вышли пять защитников, поэтому были моменты, когда у нас просто ничего не получалось. Я очень рад, что ребята вытерпели, да, не получалось, но какие-то моменты, хорошие подходы у нас все равно были. Хороший был Самодин, наверное, немножко раскрепостил нас и раскрепостил «Луч». И «Луч» осталось тоже футбол играть, поэтому пошел обоимный футбол, в котором мы оказались лучше. У меня все. На этом далее программа «Абзац» и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, gslimansky.ru. Читайте наши новости в социальных сетях в группах СКАД СТВ Самара. Заходите на сайт телекомпании. А я прощаюсь с вами. До свидания и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok